Привет, как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой и братом путешествии на северо-запад Англии в города Блэкпул и Ливерпуль я расскажу про Ливерпуль. Напомню, что в этот город мы отправились на второй день нашего путешествия из Блэкпула, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И так вот, посмотрев парад рано утром, мы отправились в Ливерпуль, расстояние до которого из Блэкпула составляет всего лишь 55 километров. Поэтому в город мы приехали рано, часов в 9-10, очень долго искали место для парковки, в итоге нашли какой-то то ли замок, то ли церковь в таком готическом стиле, и там припарковались. Оказалось, что в воскресенье там можно было парковаться бесплатно. Вышли и пошли гулять по городу. В городе не было ни души. Нам практически встретилось 2-3 человека, пока мы дошли до центра. А по пути мы нашли вот такую вот розовую шляпу, которую я, естественно, подняла и хотела сфотографироваться, надев на себя. Но мама сказала, не надо, мало ли кто носил эту шляпу. Не надевай на голову, я просто приложила, сделала несколько фоток, и мы оставили ее висеть на заборе. Также мне очень повезло, прямо с утра на дороге передо мной валялось десятка, 10 фунтов. Это примерно 1000 рублей на наши деньги. Так вот ни с того ни с сего найти было очень приятно. Ну, естественно, я подобрала, и родственники сказали, о, какая ты глазастая, молодец, нашла. Ну, видимо, кто-то накануне гулял по пабам, парам, ресторанам, и пьяненький возвращался домой. Таким образом, доставая что-то из кармана, видимо, обронил. Ну, в общем, подняв десятку с асфальта, я огляделась, никого рядом не было, отдавать было некому. Такая вот у них реально традиция, не традиция, а сложилась культура, что если кто-то что-то обронил, неважно что, деньги, это паспорт или еще что-то. И если ты видишь кто, ты прямо подходишь к нему, говоришь, извините, вы обронили. Так у меня несколько раз было, и мне один раз кто-то тоже вернул проездной, который у меня случайно выпал из кармана. Об этих всяких традициях и фишечках англичан я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. А пока Ливерпуль. Ливерпуль, также его называют Ливерпуль или Ливерпул. Находится в графстве Мерсисайд в устье реки Мерси. Ливерпуль, население которого составляет около 486 тысяч человек на 2021 год, является пятым по величине в Великобритании и третьим в Англии крупнейшим городом. Во второй половине 20 века он считался депрессивным городом, и с 1930-х до 2000-х годов его население сократилось почти вдвое. Статус города Ливерпуль получил в 1880 году и продолжал динамично развиваться до начала Второй мировой войны. Ливерпуль был одним из главных центров судостроения в Британской империи. Именно здесь был спущен на воду лайнер под названием «Британик». А суперпароход «Титаник», который был приписан Ливерпулю, вышел в свое первое и последнее плавание из Белфаста. Об этом городе я тоже уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. В 1960-х годах Ливерпуль становится одним из популярнейших центров молодежной культуры. Самым знаменитым феноменом, родившимся здесь, становится группа «The Beatles». Местное население говорит здесь на характерном диалекте под названием «Скаус». Я уже рассказывала о том, что в 2005 году, в свой первый приезд в Великобританию, брат возил меня в эти два города, в Блэкпул и Ливерпуль. И то, что мы посетили в Ливерпуле в нашу с братом поездку в 2005 году, я буду рассказывать летом. А пока расскажу о том, где мы гуляли и что видели в Ливерпуле с мамой и братом в 2012 году. Мы прогулялись по центру. Там внутри исторического центра находится огромная такая бухта, где припаркованы различные пароходы, катера, яхты. Там понаблюдали за детьми, которые плавают и грибут вёслами в шлюпках. Вышли на реку Мерси и прогулялись по набережной самого канала. Посмотрели пароход, отплывающий куда-то на другой берег, который выпустил такой чёрный дым, и это мне напомнило про Титаник. В общем, в этот раз я много видов снимала, и мне очень понравился такой солнечный, яркий день. Мы зашли в Мэритайн Мюзеем, то есть Морской музей. Там посмотрели выставки и историю различных кораблей. Британика, Атлантика, Титаника, естественно. Я какие-то предметы поснимала, предметы интерьера, посуды. Я это всё люблю, всё было такое дорогое, красивое. Многие из этих кораблей затонули, и всё это теперь покоится на дне. Ну, какие-то предметы всё-таки удалось спасти, и теперь они находятся в Морском музее Ливерпуля. Также в британских музеях мне очень нравятся такие интерактивные штуки, где можно открыть крышечку и понюхать запах свежей краски, хлеба, которыми пах Титаник, например. Кроме того, часто в английских музеях можно найти одежду, допустим, времён Титаника, и вот как одевались люди на этом корабле, и самим принарядиться и на каком-то фоне сфотографироваться. Я обожаю это развлечение в музее, но вот только на фотографии я увидела, что там, оказывается, была одежда. А в это время я просто понюхала все эти запахи, а одежду не увидела. А то бы сфотографировалась там в виде роуз или какой-нибудь горничной. Затем мы направились в другой музей, по-моему, музей Ливерпуля. Там тоже порассматривали и поезда, и какие-то другие артефакты этого города. Ну, часть дня мы провели в музеях, часть дня просто гуляли по городу и разглядывали всякие выставочные комплексы, концертные залы. Мне всё было интересно снять. Вообще, во второй раз я была там, и у меня абсолютно другое впечатление сложилось о поездке в Ливерпуль. Ну, видимо, потому что в первый раз это было что-то вау. Вообще, другая страна, другая культура, и всё такое интересное. Я прямо всё заглатывала. А в этот раз я уже много путешествовала до второй поездки в Ливерпуль и уже знала, что в каждом городе, в принципе, есть река, церковь главная, главный какой-то выставочный комплекс или концертный зал, что там обязательно должен быть район Солха. В общем, в каждом городе одни и те же достопримечательности в обязательном порядке должны быть в Англии. И поэтому мы так прогулялись уже, наблюдая за городом со стороны, так скажем. Затем мы зашли где-то в центре пообедать, купили также фишн-чипс. Я помню, в окне какое-то разноцветное здание перед нами было. И мы из окна, опять же-таки, наблюдали за чайками. Там кто-то в мусор, видимо, выкинул то, что не даял. Можно было обедать на улице, можно было внутри. Мы сидели внутри и смотрели за окном, как чайки дерутся за вот эти вот чипсы, картошку фри. И также вот чайки нам навсегда запомнились в Блэкпуле и Ливерпуле тем, что они дерутся за каждый кусок хлеба или картошки. Затем мы уже направились к машине, и у какого-то выставочного комплекса нашли вот такие вот интересные фигурки, о которых я недавно прочитала и узнала, что они называются Суперламбанана. То есть Супер – это огромный, Лам – это ягненок, и Банана – это банан. Изначально это была ярко-желтая уличная скульптура в виде банана и ягненка высотой 5 метров 18 сантиметров и весом 8 тонн, которая была выставлена в Ливерпуле. Автором является американский художник японского происхождения Таро Чизо. Произведение воплощает символ предостережения об опасности генной инженерии. А также отражает историческое прошлое Ливерпуля. Ранее суда, останавливавшиеся в городских доках, чаще всего перевозили овечью шерсть и бананы. Согласно авторской задумке, Суперламбанана должна перемещаться по городу и в настоящее время находится около библиотеки университета имени Джона Мурса. Она была установлена в 1998 году. Спустя 10 лет, в 2008 году, когда Ливерпуль был выбран культурной столицей Европы, в городе появилось 125 дизайнерских мини-копий скульптуры Суперламбананы. Именно до 2012 года они достояли, и мы пофотографировали несколько дизайнерских скульптур. И я сама попросила маму пофотографировать меня на их фоне. На тот момент в Лондоне уже проходили другие такие акции. Помните, я вам рассказывала, что там раскрашивали пасхальные яйца. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Тоже в различных дизайнерских таких расцветках. А до этого, еще когда я была туристом, в 2008 или 2009 году по всему Лондону можно было увидеть разноцветных слоников. Тоже очень интересная акция, такая благотворительная была. Люди бегали по всему городу и искали эти скульптуры, чтобы сфотографироваться на их фоне. Ну вот таким было наше путешествие в два города, Блэкпул и Ливерпуль. Расстояние от Ливерпуля до Лондона по дорогам составляет около 388 километров. Поэтому где-то во второй половине дня, в районе 4 часов, мы сели в машину и поехали домой. Кстати, где-то на пути нам попался вот такой вот воздушный шар, на котором было написано Стэн Робинсон. Моего брата звали Стас. И английское имя у него тоже было Стэн. Ну, я решила пощелкать из машины этот воздушный шар. И вот что у меня получилось, показываю вам. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok